итак друзья по просьбам учащихся сейчас засниму процесс адаптации точки касания сцепления лада веста машина ну думаю не стоит объяснять что в первую очередь надо установить нам адаптер pb2 разъемчик а после уже включить программку и так запускаем программу в данном случае у меня программа карсканер про это платная версия программки карсканер перед тем как подключаться к автомобилю нам нужно зайти в настройки и здесь в настройках уже выбрать адаптер в данном случае он у меня уже выбран адаптер v-link и выбрать профиль подключения выбираем лада веста блога m86 а мт все блоки то есть мт это коробка робот автоматическая механическая трансмиссия дальше мы нажимаем кнопочку подключить ждем когда у нас система когда у нас программка через bluetooth свяжется с адаптером и подключиться к блоку управления после этого у нас появляется вкладка кодирование и сервис нажимаем на эту вкладочку внимательно читаем предупреждение в этом предупреждении собственно говоря все стандартно все делаем на свой страх и риск принимаем условия и ждем когда у нас установится соединение соединение установилась теперь выбираем сервис и обслуживание и здесь смотрите есть три пункта конкретно на автомобиле веста три пункта процедура обучения коробки передач обучение вот это нужно делать только тогда когда вы меняете коробку во всех остальных случаях лезть туда не нужно все абсолютно нормально работает в штатном режиме процедура обучения конечных положений сцепления это когда вы даете блоку управления понять от какого и до какого положения у вас выдвигается шток сцепления то есть грубо говоря на какую длину у нас может выдвигаться и задвигаться шток актуатора то есть его начальное положение и его конечное положение сам шток соответственно перемещает вилку выжима сцепления такая процедура конечно она выполняется тоже только тогда когда вы там лазите что-то с шевелили или снимали этот сам актуатор делаем это только когда мы туда вмешивались для какой-то цели процедура обучения точки касания сцепления вот именно вот этим мы сейчас будем заниматься для чего она нужна это как раз таки момент когда у нас уже сцепление начинает смыкаться этот момент нужен блок управления чтобы понимать когда ему сам кнуть сцепление когда ему его про замкнуть и когда у него сцепление находится в режиме проскальзывания может быть для кого-то это будет секретом но мт то есть на роботах три режима работы сцепления это вы можете увидеть даже на сканере это режим сцепления выключено сцепление включено и режим проскальзывания сцепления нас сейчас интересует процедура обучения точки касания сцепления почему потому что я выезжал из снега и немного подпалил сцепление немного это так что аж завоняло в салоне сцеплением поэтому раз сцепление подпалилась то она в любом случае и стерлась довольно таки чувствительно возможно даже и чтобы теперь не было проблем перед переключений чтобы блок управления адекватно видел где у нас начинается касание сцепления я проведу адаптацию вот этой точки касания то есть адаптация это по сути подстройка у нас под новые какие-то изменившиеся параметры если у нас ничего не менялось ребята а совершенно не обязательно проводить вот эту процедуру я когда купил автомобиль на момент покупки ему уже было пять лет пять лет женщина из деревни ездила в город на этом автомобиле и ни разу она не делала вот эту процедуру и ни разу за сто двадцать семь тысяч пробега не меняла сцепление сцепление уже поменял я поездив месяц видимо все зависит от манеры езды и так нажимаем на эту кнопку и внимательно читаем условия при которых происходит у нас вот эта адаптация адаптации надо делать на прогретом двигателе на прогретом сцепление то есть сцепление также должно быть прогрета как его прогреть и разумеется прокатиться поездить и я сейчас где-то полчаса если не 40 минут ездил по городу на разных передачах робот их переключает сам то есть мне тут не было никакой заботы он переключал соответственно сцепление тоже работала перед тем как проводить адаптацию надо нажать и держать нажатой педаль тормоза до окончания выполнения процедуры смотрите здесь нас интересуют вот эти цифры текущее значение обучения 613 возможно какие-то шаги то есть об есть определенное количество шагов вот этого актуатора сцепления выжима сцепления и блок управления эти шаги как раз таки запоминает и нажимаем кнопочку запуск не обновить ребята а именно запуск все и у нас происходит процедура адаптации не забываем перед этим нажать тормоз нажали держим тормоз нажимаем кнопочку запуск все операция завершена нажимаем ok смотрим было значение 613 сейчас стало 611 то есть новое значение адаптировалась все теперь мы выходим из этой программы глушим автомобиль ну и ждем как там было написано до отключения главного реле это четыре минуты через четыре минуты у весты отключается главное реле и для того чтобы корректно записались все данные в блок управления после этого уже у нас сцепление будет включаться и выключаться немножечко по-другому ну и для особо интересующихся не забывайте что я организовал великолепное просто обучение которое расположено на сайте авто тема 45 точка ру здесь на сайте вы можете посмотреть описание что в себя включает курс обучения и посмотреть бесплатные уроки по моему их там штук пять чтобы их посмотреть нужно просто зарегистрироваться ввести свой email на email вам придет пароль для входа на сайт заходите на сайт авторизуетесь вот здесь и просматривайте бесплатные уроки если нравится добро пожаловать в обучение всегда будем вам рады ребята также имеется группа закрытым доступом в которой мы обсуждаем уже с учениками текущие вопросы по диагностике по оборудованию то есть вопросов вообще обсуждаем довольно много иногда даже абсолютно на отрешенные от диагностики темы но суть в том что всегда будет куда задать вопрос где спросить человек снял записал осциллограмму или параметры со сканера прислал видео смотрим не только я смотрю и парни все ребята смотрят кто находится в группе обсуждаем вообще какие параметры правильно идут какие неправильно все поэтому если есть интерес к диагностике если хотите учиться не самостоятельно а с моей помощью с помощью команды то добро пожаловать друзья курс авто электрик еще пока не готов сразу предупреждаю полностью готов только курс диагностики электронных систем управления двигателем все на этом все ребята делайте учитесь адаптации всем удачи пока